Здравствуйте! Меня зовут Михаил Саватеев, и я хочу вам рассказать одну задачу с Московской математической олимпиады. Условия. Дана клетчатая плоскость, и на ней нужно определить, для каких k мы можем закрасить какие-то клетки так, чтобы на каждой горизонтали, каждой вертикали и каждой диагонали, но я не в том порядке закрашиваю, но неважно, было ровно k или ровно 0 закрашенных клеток. Например, если k равно 1, то мы можем просто взять и вот так 1 квадратик закрасить. Тогда на вот этой горизонтали будет 1 закрашенная клетка, на вот этой вертикали 1, и на вот этих диагоналях по 1, и на остальных по 0. И все работает. А для двух, например, примеры привести уже довольно сложно. Но если немножко подумать, то, например, вот такая конструкция нам подойдет. Значит, ну вот эти клетки закрашены. Значит, заметим, что если мы пройдемся по вертикалям, то тут по 2, по горизонталям по 2, по диагоналям и вот так по 2. Хорошо. И вот нам нужно определить, для каких k это возможно. Итак, ну, во-первых, я утверждаю, что это возможно для всех k. И сейчас просто построю пример. Ну, давайте для ясности возьмем k равно 3. Значит, рисуем вот такой квадратик. 3 на 3. И давайте закрасим у него клетки по вот этой диагонали. Хорошо. Теперь берем и сдвигаем его вправо и вверх. Вот так вот. Вот. У нас получается еще один квадратик с 3 на 3. И еще раз третий. Третий. И делаем их так же. Тут закрашиваем диагонали. Теперь мы можем заметить, что на каждой вот такой диагонали, ну, у нас либо 0, либо вот здесь по 3. И условие соблюдено. Дальше. На каждой вот такой диагонали у нас тоже либо 0, либо 3, что видно. И на каждой вертикали и горизонтали ровно по одному. Значит, нам нужно просто взять и исправить горизонтали и вертикали. Ну, давайте возьмем вот такой квадрат. Сделаем его единицей. И заметим, что если мы возьмем вот этот квадрат, ну, я его вот так сейчас сокращу. Вот. Это тот же самый квадрат, только я его уменьшил. И перенесем его сильно вправо, вот так, на его длину. Вот здесь n, вот здесь n. Ну, и тут тоже n. Тогда у нас никакие диагонали вот так вот доставать до следующего квадрата не будут. И у этого тоже. И значит, они совершенно независимы. Но при этом количество закрашенных клеток на горизонтали увеличится на одну и станет уже две. И вот так мы можем размножить еще на один. Ну, я вот тут нарисую. Это, можно сказать, исходный. Тут тоже n. И значит, у нас получится, что на каждой горизонтали уже по три клетки, потому что тут на каждой была одна. И мы размножили на три. Хорошо. Теперь нам остались только вертикали. Но это сделать уже несложно. Мы можем заметить, что сделаем то же самое. Возьмем вот такой огромный квадрат. Вот у него сторона будет какая-нибудь, значит... Ну, огромная сторона, короче. И перемесем вот сюда. Еще раз перенесем. Значит, вот тут нарисуем его же как бы. И вот тут диагонали снова никак не будут доставать до него. От вот этих квадратов. Соответственно, у нас станет два. Еще вверх перенесем, перенесем, перенесем. И у нас получится, что на каждой вертикали тоже n. Но получается, что на каждой горизонтали n, на каждой вертикали n. И на каждой диагонали вот так, вот так тоже по n. Ну, то есть по k. И задача решена для любого k. Вот пример. Продолжение следует...